Сегодня вечером поедем на Ласточку, обмыть надо, а то плохо летать будет. Вдова актёра Виктора Проскурина Ирина Хонда еле сводит концы с концами и даже берёт кредиты, чтобы рассчитаться с долгами мужа. Больше миллиона рублей. Плюс предыдущая жена из пятерых, которые у него были, не дождавшись 40 дней после смерти Виктора Проскурина, выгнала её фактически на улицу. Там осталось ни жилья, ни денег, ни мужа. Ирину Хонду называют вдовой Виктора Проскурина. Но на самом деле она даже не является законной наследницей актёра, хотя вместе они прожили более 10 лет. Их отношения всегда были непростыми. Три года они прожили в гражданском браке, и это очень задевало Ирину. Ей не нравилось положение сожительницы знаменитого актёра. Витя, слушай, давай поженимся, а то как-то мне некомфортно. Конечно, вот эти фразы типа «Виктор Проскурин с подругой без имени». Проскурин согласился пойти в ЗАГС. Но спустя несколько лет семейной жизни Ирина вдруг сама предложила развестись. Её возмущала критика со стороны журналистов, которые писали, что Ирина насильно женила на себе народного артиста. Хонда хотела доказать всем, что это не так. Давай, говорю, разведёмся, потом, если что, заново поженимся. Я говорю, давай ошибку в прошлом исправим. Он говорит, ну, давай попробуем, что нам мешает. Правда, заново пожениться они так и не успели. Летом 2020 года знаменитый актёр умер от хронической обструкции лёгких, осложнённой раком. До Ирины Хонды Проскурин был женат. Первой супругой стала однокурсница. В этом браке родилась единственная дочь актёра. Второй раз Виктор женился на актрисе Татьяне Дербенёвой. От неё ушёл к театральной постановщице Светлане Колгановой. И прожил с ней 20 лет. О четвёртой супруге актёра почти ничего не известно. Друзья уверяют, она спаивала Проскурина, чтобы получить от него просторную квартиру на Покровке. Бухал, как это есть такое выражение, не вынимая, будем говорить так. Если бы не Ирина Хонда, наверное, он бы уже давным-давно ушёл бы из жизни. Когда мы познакомились, мне было 37, условно, а ему было 38, ему было 57. Это было ощущение, что я встречаюсь с 40-летним мужиком, молодым, борзым, дерзким. Он мне даже говорил так, Хонда, ты понт, и я понт, а вместе это круто. Правда, особо понтоваться им было нечем. Проскурин редко снимался в кино, зарабатывал немного, тяжело болел. Он сразу предупредил Ирину, что денег у него нет и наследство от него она не получит. Юра говорит, ты знаешь, дело в том, что это не моя квартира, я её подарил там своей предыдущей жене. И, собственно, как бы, если тебя это не смущает, что у меня ничего нет, ну, тогда, как бы, сейчас забудем об этом разговоре. А если тебя это смущает, то тогда давай расстанемся. Но Ирина любила Проскурина, поэтому продолжала терпеть перепады настроения, бесконечные забои актёра, водила его по врачам, уговаривала закодироваться. Вот она снимется и опять в забое. Я все способы использовала, молиться, в церковь ходила, батюшке разговаривала. И это начался ад просто. Он пил, как воду просто. Я не могла понять, и я понимала, что он таким образом, видимо, бежит от страха смерти. Ирина знала, что Проскурин тяжело болен. Актёр страдал анорексией и весил 42 килограмма. У него была проблема с лёгкими из-за постоянного курения. Но о том, что у Виктора рак, Ирина узнала из эфира ток-шоу. Он мне говорит, Хонда, я тебя берегу. А зачем тебе было знать, что у меня рак? Чтобы что? Чтобы ты переживала, хлопала крыльями и так далее. Ты меня прости, дурака неблагодарного. Он весь безумно худой. Одна козь, козь и кожа. Очень болезненно. Понимаете, вот когда кажется, что человек не жилец. Уже после смерти Проскурина журналисты обвиняли его вдову, что она бросила умирающего актёра и сбежала в Санкт-Петербург. Но сама Ирина уверяет, она уехала продавать собственную квартиру, так как им с Виктором не на что было жить. В этот момент в Москве объявили карантин из-за пандемии коронавируса. И Проскурин попал в больницу с очередным лёгочным приступом. Я пыталась попасть в больницу, чтобы меня пустили. Возьмите меня на работу, как уборщицы, оденьте на меня скафандр, что угодно. Они говорят, мы вас не пустим. Она увидела его уже после смерти, когда приехала в морг забирать тело. Это кадры похорон Виктора Проскурина. На прощание собрались немногие. В городе были запрещены массовые мероприятия. Через две недели после похорон актёра в квартиру к Ирине заявились амбалы во главе с бывшей, четвёртой женой Проскурина. Та дала вдове три дня на то, чтобы собрать вещи и съехать. Актёр давно собирался оспорить дарственную на жильё, но не успел. Ирина Хонда осталась ни с чем. Она по-прежнему старается сохранить память о нём, устраивает фестивали в его память, в его честь. Редкие. Всё-таки только русские бабы могут на такое. Сейчас Ирине уже исполнилось 50 лет. О новом замужестве вдова Проскурина не думает, хотя, по её словам, сама пообещала актёру, что после его смерти выйдет замуж. Сейчас, блин, сейчас заплачу. Я прекрасно понимаю, что я до конца своей жизни останусь инфоповодом. Вдова Игоря Старыгина Екатерина Табашникова тоже страдает от излишнего внимания журналистов. По её словам, ей было легче пережить смерть мужа, чем давление прессы. Когда осенью 2009 года Старыгин попал в больницу с инсультом, Екатерине так же, как и Ирине Хонде, врачи запрещали навещать больного супруга из-за эпидемии гриппа. А журналисты названивали по телефону с вопросом, почему вы дома, а не в больнице у супруга? Они познакомились в 2000-м, когда Екатерина приехала в гости к актёру по заданию редакции. Табашниковой нужно было взять фотографии для статьи, но её шокировал внешний вид народного артиста. Он был больной, просто в усмерть больной. Ходить-то не мог. Еле-еле ноги передвигал. Он же был весь порезанный. Руки, ноги, шеи, живот, всё, все сосуды. Екатерина пожалела несчастного актёра, стала захаживать в гости. В те годы судьбой Старыгина не интересовались даже его многочисленные бывшие жёны. Актёр был женат четыре раза. В браке с Микой Ардовой у него родилась дочь Анастасия. Никто не будет тащить тем более выпивающего, безработного, больного человека. Мы нужны всем красивые, здоровые, обеспеченные желательно при деньгах. А когда человек уже опускается вниз, тем более он выпивал. Екатерина ухаживала за больным актёром. Поначалу они жили только на её зарплату. Потом Табашникова помогла Старыгину вернуться в профессию, стала его пиар-директором. Они поженились только в 2006-м. А через три года Старыгина не стала. Последние годы жизни ему, слава богу, вот в этом смысле повезло. Я не знаю, настоящая ли это любовь, но это вот то, что ему нужно было, знаете, вот так. После смерти Старыгина разгорелся скандал вокруг наследства. Екатерину обвиняли в том, что она вышла замуж ради квартиры. Хотя она еле смогла продать непритязательную двушку народного артиста, чтобы поделить деньги с его дочерью. Больше наследства от Старыгина не осталось. Он никогда не был на карман, на свой не работал. Всё, что он зарабатывал, он сразу так и всё. Ничего, никогда ничего не накопил вообще. Всё уходило сразу. После скандала в прессе Екатерина слегла с нервным истощением. Сейчас вдове Игоря Старыгина исполнилось 57 лет. После смерти актёра она больше не выходила замуж. По словам Екатерины, она просто выгорела и предпочитает жить в одиночестве. Песни Микаэла Таривердиева из популярных фильмов «Ирония судьбы» и «17 мгновений весны» знала наизусть вся страна. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены... Сам композитор купался в лучах славы, был обласкан властью и пользовался бешеным успехом у женщин. Микаэлу было уже за 50, когда он встретил 26-летнюю журналистку Веру. У нас никогда не было мезальянца. Миколай Иванович даже написал в своей книге, что до встречи со мной у него жены были, и были жены двоюродные, а в моем лице он встретил родного человека. Правда, свой роман Вера и Микаэл тщательно скрывали. Она была замужем и боялась, что в случае развода супруг запретит видеться с сыном. Теревердеев даже обзавелся официальной любовницей, служившей прикрытием, чтобы удержать в тайне отношения с Верой. Брак состоялся в 90-м году, а до этого было 5 лет тайных отношений. Жизнь с известным композитором оказалась непростой. Теревердеев был страшным педантом. Каждый день Веры начинался с генеральной уборки. Он, например, никогда не садился за стол, на котором могло бы что-то лежать. Он садился за абсолютно чистый стол, где лежала чистая, как говорится, нотная бумага и карандаши. Я всегда подавала чай или кофе уже с размешанным сахаром. В 90-х у Микаэла обострилось заболевание сердца. Первые проблемы возникли еще в конце 60-х. Тогда Теревердеев крутил роман с актрисой Людмилой Максаковой. Однажды они возвращались домой из ресторана на автомобиле. За рулем была Людмила. По неосторожности она сбила подростка. Но Микаэл взял вину на себя. Судебные разбирательства шли два года. День суда, когда действительно нужно было поддержать, наверное, Микаэла Леоныча, именно когда шел этот суд, Максакова уехала отдыхать с друзьями на море. И не пришла она. Этот случай серьезно подкосил здоровье композитора. Теревердееву было всего 64 года, когда он умер от острого сердечного приступа буквально на руках у Веры. Это случилось в Сочи рано утром в 6 утра 25 июля. В тот день, когда мы должны были лететь в Москву, это произошло в 6 утра просто внезапно. Вере не было еще и 40, когда она стала вдовой. Но вопрос о новых отношениях для нее никогда не стоял. Если женщина осталась молодой, богатой вдовой, то, конечно же, желающих наверняка много. Она сознательно посвятила свою оставшуюся длинную, между прочим, оставшуюся жизнь памяти покойного мужа. Для меня другой жизни нет. Для меня нет жизни без Микаэла Леоновича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова